Но сзади. В этот день лисица старую нору на новую меняет, На Мартына курящая слепота на лисиц нападает. Барона переселяется в новые гнезда. Курячая слепота и побежала за лисами. Ужас какой. Вот такое стихотворение. Не знаю, про гостей или нет, но слушайте. Жаба... Прошу, наверное. Жаба-жаба, где твой хвост? Где твоя щетина? Где твой вертикальный рост? Глупая картина. Жаба смотрит, как утюг, не соображает. Тюк, ее ботинком. Тюк, мерзость-то какая. Убитый слон. Собака какая. Так, хорошее стихотворение, да? Не, ну она смешная, забавная. Так себе, слушай. Ты давай, давай, дочитывай свои последние сообщения. Однажды, однажды. Бабушка запросто и бомжей накормит. У нас гостеприимная. Слушай, а где у вас находится домик? В ту же ловушей. Оля, ты не пригласишь нас в Тулу? Мы бы к твоей бабке Ивановне тоже зашли бы на чаек. На пряники сверей. С радостью. Или вам дела надо делать? Вам никогда с гостями заниматься? Да вас мы примем. Только водку пить не будете? Ну там, думаю, что нет. Не будем. Мы хочешь сумочка, есть рюкзак, есть диск Тони Брэкстон. Ты чего хочешь? Сумку. Сумку? Понятно. Ну тогда не клади трубочку, Денис. Ну да, тут написано. Там нога внутри лежит? Это такой портфельчик. О! А он с лямочкой? Да и не одна нога там лежит. Ну, бываем, обсыпаемся чем-нибудь, водой брызгаемся, подушками берем еще. Зараза, надо же вам ее просто... Там у меня тут два чудовища сидит рядом. Что есть, люби меня? Очень люби. Ты что? Расскажем вы, Маше, свою историю. Ну, в прошлом году я... Была у меня подруга Юля, и мы пригласили там Адиля. В общем, всех одноклассников. Ну, большинство. И потом мы вышли на лестницу, и они там все толпились, брызгались, надоели, в общем. И мы с Юткой решили над Адилем поиздеваться и взяли его ботинок, и скинули с пятого этажа. И он под босиком бежал с пятого этажа, да они уже так смартнилые палец. Пусть там пока посидят. Вот так они бесились. Это не нужно, это лишнее. Это все пустое. Сынный кролик. Я это вспомнил историю, не знаю, может быть, это, конечно, байка, но вот друг рассказывал, что у него знакомых, значит... Как было дело? У одной девушки уехали, нам звали, не помню как, допустим, Марина. Уехали родители на дачу, там, значит, тусовка огромная, там гульбище полное. Вот. Часть там людей, значит, разошлась по домам ночью, остались только самые стойкие перцы. На утро. Значит, остался в итоге только юноша, молодой человек этой, Марина, который такой, так... Поехали такой, пошел в туалет. Естественно, в чем мать родила? Она его без одежды родила. Вот. То есть сидит он такой, грубо говоря, в туалете, вот, спокойно такой так отдыхает, вспоминает перипетии прошлого дня, а также вечера. Вот. И вдруг, нежданно, негадно, возвратились родители. Чуть раньше. Значит, Марина, соответственно, в комнате такая досыпает. Вот, молодой человек в туалете. Родители... И он забыл закрыться. Родители, папа такой, подходят с дачи, на стенку. А, ой, ой, долгая дорога. А, сейчас не добегу, не добегу, не добегу. Открывая дверь, нам сидит такой голый юноша. И юноша не нашелся ничего сказать, как... Здрасте, а Марина дома? Заходишь к себе в комнату. А у тебя в постели лежит незнакомый человек. Что бы ты тогда сделала? Варианты ответа. А. Закричала. Б. Прилегла бы к нему. В. Убежала из дома. Всегда. Ну, на всех, да. Здесь нет варианта. Я бы сначала, когда я так зашла бы, я сначала так посмотрела, такие глаза, что случилось. А когда спросила, а что вы тут сделаете? И сделала. Слышь, хорош, давай валяться. Да, я бы там из чаничка полила. И все спала. Это смело. Я бы, наверное, бежала бы. Навсегда из дома. Не, зачем? А я бы закричал. Благим Богом, даже. Чужие, чужие. О, Найн Гамм. Кажала, скажала. Нет, это дурацкий вопрос, действительно. Почему дурацкий? Я, например, за наших никогда не болел. За нашу сборную. Только за хоккейную сборную, за футбольную нет. За футбольную нет. А понятно. Небось, за Украину болела. Когда Филимонов-то вас забросил-то в ворота, небось, вскричала от радости. Ура, наши победили, да? А как? Конечно. Украина меня вскормила. Пока они понаехали в Россию. Да не говори. Прямо заполомили, прям чужеземцы. Да вы к себе езжайте. Для стерцов. Самый прикол. Сейчас буду рассказывать. Я пошутила над тем человеком, которому мы кричали алё-алё, что он остался без голоса. Но сейчас у нас Антона остался без голоса. И мы просто отключили микрофон, чтобы поменьше болтало. Поэтому он молчит. Вероника, спасибо, что ты к нам пришла. Позвоним нам иногда, потому что мы хотим знать о твоих киноуспехах. Окей? Все, это пижамный... Всем привет. Это будет Роттер на MTV. Наконец-то я дорвался. Шелест, это я не пугаюсь. Владимир Владимирович. Свои. Вам теперь на лыжи и на красную поля. Ты что, об этом шутить нельзя? Трубка сама повесятся. А мне, смотри, сейчас будет вместо лица кровавое месиво. Какой ужас. А и нам со всеми зрителями прощаться. Ну уж, это... Это знаете ли, да. Это, кстати, понятно, что это такое. Это как будто лицо в мясорубку зашли. Это было «Бодрое утро». На MTV сегодня у нас был пижамный день. С вами было хорошо. С вами были Шелест и Антон Камолов. До завтра. Пока. Пока. А я только буду крутить, киа, сзади так. Вы сдались в студии, непонятные. В чем здесь и это? Я сказал, что я пойду и нашли Путин-Итубу. А потому что ты опаздываешь уже который день. Осторожно. Не так сильно не маши руками, очень большой ветер. Я боюсь простудиться. Ну надо же. Все.